Добрый день! В эфире воскресная лектория художественного музея имени Нестерова. Мы продолжаем рассказ об Уфе глазами Нестерова. Вторая часть нашего цикла посвящена семье и детству художника в Уфе до 12 лет. Нестеров всегда с большой нежностью относился к своим родителям, которые остались жить в Уфе, даже когда он стал москвичем. Они были уже не молоды. Даже вроде бы это был второй брак, и из 12 детей выжили лишь дочь Александра и единственный сын Михаил, 10-й, ребенок. Уфа стала поистине родным городом и для дочери Михаила Нестерова Ольги. Лишившись матери двух дней от роду и пять лет воспитывавшейся у тетки по матери, Елены Ивановны Георгиевской в Санкт-Петербурге, последующие шесть лет жизни она провела у тетки по отцу в Уфе. Уфа стала для Ольги родным домом. Александра Васильевна не чаяла души в своей воспитаннице, так и не выйдя замуж за свои 50 лет жизни. Всю любовь отдала Оленьке и с радостью проводила ее в Москву под венец. Ольга в Уфе прожила с 1891 по 1897 год и вернулась из Киева сюда жить перед свадьбой в 1909-13 годах. В Уфу Нестеров приезжает не только на отдых. Он продолжает работать над своими картинами и всегда в письмах друзьям упоминает «Вот бы мои старики порадовались». Нестеров припоминал своего прадеда, новгородского крестьянина Андрея. При Екатерине II Нестеровой перебрались на Урал, на Демидовские заводы. Отработав там и получив вольную с земелым наделом в Уфе, поставили домишки на улице Посадской вдоль реки Сутууки, потом на горе. Продолжали заниматься ремеслами и торговлей, выбивались в купцы Третьей гильдии. И постепенно меняли жизнь к лучшему. Дед Нестерова Иван Андреевич стал купцом уже первой гильдии, то есть миллионером. Но душа у него не особо лежала к купеческому делу. Скорее, желал послужить общественному. Образование Иван Андреевич Нестеров получил хорошее в семинарии. Здание на улице нынешний Карл Маркс-3 до сих пор украшает собой семинарскую гору. А в семинарской слободке под горой Кварталом Дали будет жить потом Федор Шаляпин, готовясь к своей певческой карьере. Здание семинарии в стиле классицизма в 1828 году возвели архитекторы Трофимов и Кудинов. По указу императора Павла в 1799 году каждая епархия должна была обзавестись своими семинариями, чтобы готовить грамотное и просвещенное духовенство. Ну, уфимскую-то епархию учредил еще царь Алексей Михайлович в 1681 году. Но семинарии своей так и не было. Пока строилась уфимская семинария, подростки учились в деревянном доме на Фроловской, улица Тукаева, 35, на месте нынешнего Белого дома. Но здание в 1806 году сгорело, после чего и решили строить уже из камня, чуть подальше. Ректором семинарии стал вот этот человек, очень известный, архимандрит Филарет Амфитеадров. Изучали богословие, священное писание, религии мира, историю раскольничества. В Уфе было, кстати, немало старобрядцев, почти все купечество. Изучали и общие науки, знали историю, право, логику, психологию, риторику, поэзию и хоровое пение, а также европейские и местные языки, татарские и чувашские. Когда в семинарию пришел учиться дед Нестерва, там было 100 человек. И образование отличалось высоким качеством и жесткой дисциплиной. Подъем в 7 утра, с 7.30 до 9 молитва, с 9 до 14 занятия, с 14 до 15 обед, с 15 до 18 свободное время, с 18 до 21 часа приготовления уроков, затем ужин, вечерние молитвы до полуночи и сон. Постепенно выпускники принимали сон и рукополагались в Уфимский притч, служа многочисленных храмов города. До 1917 года церквей было 47 в Уфе. На улице Карла Маркса под номерами 5-5А и 5-7 ставились так называемые соборные дома для притча. Жили одним кварталом, пока в 1919 году не закрыли семинарию. Небольшие домишки, но очень хорошо сделанные. В числе обитателей этих мест был бугорусланский проект Таирей и граф Васильевич Иварестов. Закончив духовную семинарию в Самаре, а академию в Казани, он в 1885 году в качестве помощника инспектора в семинарию, Уфы приехал и прошел путь до настоятеля Воскресенского кафедрального собора, каковым стал в 1900 году. Он преподавал и в семинарии, он преподавал и в других местах. Всех гимназистов, включая Михаила Васильевича Нестерова, водили в этот Воскресенский собор из гимназии буквально через дорогу. Отец-евграф не раз избирался депутатом в городскую думу, продолжая преподавать закон Божий. Например, в землемерном училище, где работал будущий Шурин Нестерова. Право на потомственное дворянство ему дали высокие государственные награды. Ордена 2, 3, 4 степеней святой Анны, 3 степени святого Владимира. Супруга его, дочь священника Андрея Васильевна Покровская, родила 15 детей, которым передались музыкальность отца и матери. Они устраивали семейные вечера, разыгрывали фортепены и скрипичные концерты. Иван Евграфович был скрипачем и Василий пианистом. Николай пел в Большом театре. А Александра Евграфовна и Владова, с которой мне довелось водить знакомство, за свою почти столетнюю жизнь припоминала и учебу в Санкт-Петербурге, и работу топером в немом кино по соседству с усадьбой Нестеров, в кинотеатре «Фурор», но потом он стал октябрем. Да и внучка с правнучкой профессиональной пианистки по ныне династии Латшевых. Ну, представители интеллигенции и духовенства, тогда покинула Уфу с Колчаком. В его белой армии служили и сыновья отца Евграфа, а дочери были замужем за белыми офицерами. Но сам он уезжать отказался. Считал себя ответственным за храм, кафедральный собор с чудотворной казанской иконой из села Богородского привезенной. Продолжал в одиночку служить литургией в соборе после революции, пока 8 декабря 1919 года в их дом не пришли большевики. Они забрали все ценные вещи, награду, фотографии. 62-летнего батюшку оттаскали за бороду, плюя в лицо, раздел до нижнего белья и босиком выгнав на мороз. Погнали они его по снегу в лютый холод через весь город на расстрел к Сергиевскому кладбищу, обвиняя в участии в монархической организации «Архангел Михаил». А еще одним пунктом обвинения было удвоение его вины, поскольку он был поп. Вдову отправили в советский концлагерь, где она через два года умерла от чахотки. И вот тогда-то дочь Александра Евладова с двумя детьми и младшими братьями и сестренками отправились по морозу пешком в ссылку, накатав Ивановский завод. Неожиданно весной их вернули в Уфу и даже отдали второй этаж их родного дома на Карла Маркс 5. Александра Евграфовна сумела дать всем своим близким образование в крупных городах России, завещав отдать в дом музея Аксакова уцелевшие семейные реликвии. Часы-мозор, зеркала, бюро, диван и шкатулку. Каким-то чудом эти вещи, да и сама семья уцелели во время взрыва дома 24 ноября 1924 года. Кстати, Евладовы приходились роднёй одному уфимскому губернатору Петру Толстому, расстрелянному в 1918 году. Толстовские люстры и кресла тоже были подарены в Аксаковский музей потомками. Вот таким образом семинария под таким хорошим руководством и учащиеся довольно усердно получали прекрасное образование, получали вот такую вот закалку духа. Но Иван Андреевич Нестера священником всё-таки не стал, хотя и оставался весьма набежным человеком, воспитав верующими своих детей, а те его внуков. 20 лет дед Нестеров избирался городским главой, что сейчас, повторяю, сопоставимо с постом мэра города. Был дед Нестерова невероятно правдолюбив и честен, ретив к работе, авторитетен и весьма уважаем тогдашним Оренбургско-Уфимским губернатором-графом Василием Перовским, полагавшим, что такому главе не худо бы и в Москве быть. Звание степенного гражданина не мешало Ивану Нестерову увлекаться театром и даже дома стать спектаклей, а из любимых, конечно же, ревизор Гоголя, с весьма правдолюбимым для середины XIX века, даже опасным текстом. Радовало только, что Николай I понимал весь подтекст, любил и не запретил на сценах это произведение. Иван Андреевич Нестеров вел наблюдение за строительством в Уфе полезных зданий. Кстати, вот портрет губернатора Василия Перовского кисти Егора Ботмана, написанной в 1875 году. Так вот, Нестеров наблюдал, как строили здания в Уфе, мужскую гимназию, гостиный двор, казармы. Заседал он в земстве, заботился о благоустройстве города. И все уже хорошо нам знакомый художник Константин Трутовский пишет картину «Земское собрание в провинции». Возможно, что и так проходили эти заседания. Но купеческое дело, повторяю, мало интересовало Ивана Андреевича, а торгового рвения его сыну Василию Ивановичу Нестерову и вовсе не досталось. Был он всего лишь купцом третьей гильдии. А с отказом своего единственного наследника Михаила от торгашества и вовсе продал дело и стал директором банка. Михаил не застал в живых своего деда. Тот умер от холеры, но в родительской усадьбе сохранялся портрет. Дед был в Николаевской закалке. Отец тоже помнил Николая Первого. Вообще, Николаевская эпоха запечатлена на многих архивных фотографиях Уфы. Ну, в частности, например, полосатой будкой городового. И такая будка стояла между домом Нестерова и дворянским собранием. Нестеров уверял, что он отлично эту будку помнил. Лавки галантерейные были у Василия Ивановича в гостином дворе, рядом с домом, через дорогу. Братья Василия Ивановича, трое братьев, тоже не были расположены. На купечество Константин стал врачом. Одна из дочерей, Елизавета Ивановна Кабанова, вела дом, выйдя замуж. Ее сестра Анна Ивановна Ячменева занималась акварелью, даря работой своим родным. И ее племянник Михаил в юном возрасте написал интерьерную картину «Кабинет отца», где на стене и показаны вот эти работы, которыми, конечно же, Михаил в детстве любовался. Родню матери Марии Михайловны Ростовцевой Михаил Нестеров знал плохо, хотя и получил имя в честь ее деда, крестьянина из Ельца. Тот торговал хлебом, владел от армии овец. При переселении тоже на Урал местом жительства Ростовцевой избрали стерклетомок. Судя по всему, Нестеров в детстве неплохо знал этот городок, потому что, когда очутившись в старинном сицилийском городе Чефалу, он сравнил его ни больше, ни меньше, как со стерклетомоком. У Михаила Нестерова по линии матери был по три дядьки и тетки, богатых, но культурных. Так муж тетки Александры Ивановой стал начальником почтового округа, дослужившись до тайного советника и будучи весьма благородным и красивым человеком. Другая тетка Евпраксия Михайловна высоко оценила творчество Миннички и потенциал юного художника, увидев его пустынника даже в первом варианте, начатоуфе. Мать же запомнилась строгой, чуткой, хотя и необразованной, но сурово искореняющей лень и благостов в сыне и изливающей всю ласку своей души на внучку Оленьку. Вот в такой серьезной, трудолюбивой, богобоязненной и культурной семье 31 мая по старому стилю 1862 года родился будущий художник Михаил Васильевич Нестеров. Родился тщедушным, болезненным. В двухлетнем возрасте даже родимчик с ним приключился. Родители поплакали, поплакали, да обредели, положив под образа, и поехали заказывать гроб да могилку рядом с дедом. А уж какое чудо с ним произошло, как вернула его ж к жизни икона святого Сергия и Тихона Задонского. Для важного дела святые из тех икон на него посмотрели. Можно лишь догадываться о том, какие горячие молитвы посылали родители за спасенного, воскресшего буквально из мертвых сына. Но этот случай как раз сделал Михаила Нестерова искренне верующим человеком на всю его жизнь. Он смиренно принимал свою судьбу. Православная вера всегда утешала его в жизни, давала смирение, давала силы жить и творить. Ведь написав в 1893 году юность преподобного Сергия Радонежского, Нестеров с радостью приняла от Сурикова иное название своей любимой молитвы «Слава вышних Богу и на земле мир и в человецах благоволение». С этой молитвой и стоит посреди Радонежского леса его юный отрак Варфоломей Сергий. И словно его устами Нестеров возносит к Богу и свою молитву в преддверии XX века. Крестили младенца Михаила в близлежащем храме, к которому был записан дом его и весь квартал дна. Храм этот Спаский на Большой Казанской, ныне Октябрьской революции, 37, близ Новомостовой. Там служил диакон Михаил Тимашев. Сохранилась даже метрика из церкви. Она хранится ныне у Фиев в архиве. Рядом с Нестеровами оселились в основном богатые заводчики из Демидовых, Твердышевых до Мусолёвых. Они поставили в начале 1770-х годов деревянную Благовещенскую церковь. По данному обету в благодарность Богу, который спас Уфу в четырёхмесячной осаде от пугачёвцев с Таманом Чикой и Зарубиным. Продержалась тогда крепостью Фимский Кремль и устояла. И звонила радостно в кого-то, что не было разбоя и убийства. А с отъездом из города Александра Васильевича Суворова доставили из Елабуги чудотворную икону спаса нерукотворного. По традиции там, где лошади с нею встали, там и начали строить храм, заложив его в праздник Третьего или Житного Спаса, 29 августа по новому стилю, в 1779 году. В страшном пожаре, уничтожившем старинную Уфу, 1 июля 1821 года от молнии погибло две трети города. Немало церквей и домов, учреждений, не только деревянных, но и каменных. Едва встав на ноги, уфимцы к 1824 году на том же месте заложили новый Спасский храм, уже каменный. Всем приходом с улицы Большой Казанской и Центральной и Нестеровой тоже поучаствовали в ее создании. Архитекторы решили в Уфе повторить Петербургский собор Александра Воронихина в честь спасшей от Наполеона Россию казанской чудотворной иконы, бывшей с Михаилом Кутузовым при его армии. Она сполсела Россию и от поляков вместе с князем Дмитрием Пожарским, потому она столь почитаема в нашей стране. Был заказан список с нее, то есть копия, пока расчищали место по храму. Храм не планировался таким же масштабным, как в Петербурге. Там на обширной территории Воронихин дерзко копировал и преображал собор Святого Петра из центра Рима. Но в Уфе размеры диктовала маленькая территория Блиса Врага, поэтому Спасский храм получился столь скромным, но при этом вышел очень нарядным и значимым для уфимцев абсолютно всех конфессий. Ведь вбили врага все, без разбору, спасали свою страну, дошли до Парижа в 1814 году. Поэтому и через 10 лет еще не был забыт этот подвиг. Храм ставили на собранные за все это время народные пожертвования. И пока облик его и чертежи утверждались в столичных департаментах, время неумолимо шло. Осветили здания лишь 1 сентября 1844 года, когда из Вятки привезли семь колоколов. В два крыла выстрелились дыгой стройные колоннады, венчаемые двумя колокольнями. Поднимался радостный трезвон, когда вспоминали о боях с Наполеоном, о жителях уфимской губернии, поднявшихся в едином порыве на борьбу с оккупантами по нескольку десятков тысяч человек. Внутри церкви своды были высоки. 12 окон в барабане под куполом освещали все пространство храма, высвечивая и фрески с образами 12 апостолов, иконы московского письма на двухъярусном иконостасе. Древние фрески на сводах уцелели под штукатуркой и сегодня методично расчищаются, восстанавливаются, являя себя миру спустя 100 лет. Это и апостолы, хранившие и распространявшие учения Христа, и Тайная Вечеря, и Нагорная Проповедь. Все уцелело, несмотря на десятилетие хозяйственного использования помещения без единого ремонта, а с наступлением перестройки легко и просто скинутого с баланса на руки церкви без всяких обязательств. Понятно, что Нестеров не помнил своего крещения в этом храме, ни посещения его в детстве с родителями, да и в мемуарах он чаще упоминает, что семья его по большим праздникам ездила к Троице. Более просторный храм на Нижней Торговой площади, на берегу Белый, внизу. Троицкая церковь стояла на месте погибшего от пожара уфимского Кремля. Она входила в его ансамбль. И Троицкая церковь, Смоленский собор, снова Троицкая церковь. Это, конечно, очень интересные памятники архитектуры. Собор был пятиглавый, высотой 20 метров. В пожарище, вспыхнувшем от удара молнии в храмовую крышу в 1759 году, уцелела лишь одна смоленская икона. Ее понавлением занимался горнозаводчик, владелец Дмитриевки Иван Евдокимович Демидов. Это с его отцом Суворов был не просто в приятельских отношениях, а еще и в родственных. Сохранился чертеж собора, подписанный в 1771 году воеводой Алексеем Борисовым. В 1824-м во время пожара в Троицком храме спасли и смоленскую икону, и иконостас царскими вратами, подаренными строящейся Уфе, то ли Иваном Грозным, то ли его благочестивым сыном Федором Ивановичем. Из взорванного Савмином Байсасар, несмотря на запрет Савмина РСФСР об уничтожении храма из-за усилий и грабаря, спасти хотя бы старинные фрески и постройку Новгород-Псковскими Азотчими 17 века Московского посадского здания. В июне 1956 уцелели лишь царские врата. Они оказались в собрании БГХМ имени Нестерова, а святыня из Алтая, Антиминц, попала в Национальный музей республики. Вот очень интересная картина Тюлькина, Уфа Нестерова, родина Нестерова. И мы видим в правой части, в центральный план, вот этот небольшой, едва виднеющийся собор. На самом деле он, конечно, огромный, просто писался издалека. А вот эти царские врата из Троицкой церкви, которые сейчас находятся в реставрации. Разумеется, многострадальную историю Троицкого храма Михаил Нестерова знал с детства. Бывал в храме по праздникам. Еще не догадывался, что другая уфимская старинная церковь, Сергеевская, сыграет в его судьбе важную роль. Но это будет позднее. Пока он ребенок из большой купеческой усадьбы, что в самом центре города. На одной из главных улиц, центральной, нынешней Ленина. Усадьба занимала большую территорию благодаря саду и хозяйственным постройкам. Баням, бар, конюшни, сараи. От улицы центральной до губернаторской, до советской. По бокам были соседи. На задах домик Суяковской. Ныне в нем находится детская музыкальная школа номер один имени Наримана Сабитова. Ее аптека по соседству на красной линии улицы центральной, которая впоследствии получила название по имени нового владельца владения номер 16 Дворжица. Позднее к аптеке пристроят кинотеатр новый фурор. Вот мы видим даже табличку аптекарский, вывеска. Соседние с усадьбой Нестеровых дома сохранились там, где Арка. Дом принадлежал Скриповым, имевшим магазинчик. На углу центральной и Большой Казанской, где сейчас оптика владения Понусовых. По другую сторону от усадьбы стоит здание дворянского собрания с восстановленным гербом Уфы с Куницей. Сейчас в нем располагается Институт искусств, тоже заняв весь квартал на линии улицы Пушкина. Сохранились редкие дореволюционные и послереволюционные фотографии с видом на усадьбу Нестеровых, с видом на дворянское собрание. Одна из них сделана фотографом Аполлонием Зирахом с балкона Оксаковского народного дома, ныне театра оперы и балета. Но это, конечно, уже послереволюционная фотография. Есть там и фотография вот этого флигелька маленького, отданного позднее художнику Михаилу Нестерову под мастерскую. В сентябре 1914 года после смерти всех близких Нестеров продает Уфимский дом Уфимскому губернанскому земству под книжный склад, превратившийся ко времени революции библиотеку. Власть Советов в 1920-е годы устроила там пивную. А в сентябре 1956 года дом был уничтожен с расчисткой места под гостиницу. В решении сказано, что память художника и так неплохо увековечена названием улицы в честь Нестерова. Правда, тот Петр Нестеров – летчик, автор знаменитой петли Нестерова. Да и улица где-то в деревне то ли Максимовке, то ли в Шакше названа в честь Нестерова. Но там, конечно, художник никогда не бывал. Хорошо хоть что еще устроен сквер, разбит сквер. Говорят еще о Нестеровских кварталах в районе улицы Коммунистической, но они принадлежали Павлу Ивановичу Нестеру, а это просто однофамилица отца. Никакого родственных отношений к нашему художнику не имел. Участком номер 14 по улице Центральной тоже владели Нестеровы. Сейчас это владение между входом в гостиницу Агидель, построенную на месте родного дома Нестерова и его рестораном. Два дома на территории Нестеровской усадьбы привлекали всегда внимание на фотографиях деревянной, обложенной для тепла и в противопожарных целях кирпичом, и оштукатуренный господский дом с интерсорами. И вот этот одноэтажный флегелек в три окна, с крыши которого Нестеров написал вид на гостиный двор с Александровской часовней, построенной в ознаменовании юбилея города и дарование вольной всем крепостным России. Часовня была поставлена в 1889 году и начинала штукатуриться, будучи еще в лесах. Считается, что интерьер одной из комнат главного дома Нестеров испроизвел на эскизе 1883 года «Домашний арест». Картина посвящалась превратности судьбы мелкого тиновника из Санкт-Петербурга. Вспышка у домашнего очага. На основе этого эскиза, на не хранящегося в нашем музее, художник потом напишет картину «Домашний арест». И вот на эскизе сохранилась карандашная надпись ученика Василия Григорьевича Перова «Нестеров Михаил, посвящая свой первый труд и умение Марии Мартановской в памяти лета 1883 года». Нестеров иносказательно дал понять, как отреагировали его отец и мать на решение сына жениться на любимой девушке, чем постращали, не увидев особых успехов и в Академии художеств Санкт-Петербурга. Чем же все-таки Михаилу Нестерову запомнилось прежде всего детство в Уфе? Казалось бы, сшаная и счастливая пора. Он прожил с родителями ее до 12 лет. Запомнилась она, конечно же, лавкой отца в гостином дворе. Сначала с желанными, но недоступными игрушками. Строгие родители совсем не баловали ими ребенка. Зато, устав отцом, он привозил в Уфимский дом своей Оленьке кучу самых дорогих кукол и был счастлив этой детской радости, которой не довелось испытать самому. А в 10 лет уже пришлось встать за прилавок в этой лавке-галантерею отца и в роли приказчика, отпускающего мелкий ходовой товар, от сосок для младенцев до золотой фольги, нарезы для икон. Пробыть так некоторое время терпят всех насмешки в неумении отчитать правильно сдачу. Недолгая учеба закончилась бунтом ребенка с решительным заявлением отцу с матерью, что торгашом он быть не желает. Но воля и слова Михаила Нестерва уже были неплохо известны. Запомнил Уфимское детство и любовью к лошадкам. С 4 лет он их рисовал, потом сам делал себе игрушку из палок, когда подрос, родители брали его с собой кататься в санях или тарантасе. Ну а став студентом Московского училища жилописи и Академии художеств, он приезжал домой на каникулы и его ждал в конюшне жеребчик-гнедышка. Это если не считать родительских бурки с пестрянькой, кобылки Серафимы. В саре стояли экипажи, их было немало, тарантас, плетенка, коляска, салазки, сани, большие малые дровни. Выезжая на ярмарку в Нижний Новгород, отец каждый раз обещал привезти Михаила в жеребчика. И каждый год этот жеребчик, как бы испугавшись Благовещенского завода, спрыгивал с парохода и тонул. Наивное отчаяние Миша, видимо, отца развлекало. Крещенские и масленичные катания на Казанской Нестерову врезались в память навечно. Он вспоминал, как старовер Кобякова из Нижегородки, богачи маловаренного завода, двуглавым орлом важно сидели в казанских санях, катаясь по четыре часа спины к спине, с пристяжкой из широгогрудых вороных. С длинными хвостами и гривами. Следом на своих иноходцах летит купец-театрал Александр Кондратьевич Блохин, а за ним на беговых санках удалой купец Набатов с супругой. Сами правят. Для Нестерова это было время восторженного любования жизнью и нравами, что пригодится в дальнейшем при учебе у передвижников. Конечно же, запомнилось ему детство в Уфе праздниками. Рождество, Новый год, Пасха, Троица, Спас – все наполняло его душу радостью, предвкушением счастья и надеждами. Ярмарки, катание на карусели, домашняя елка с угощением, визиты в гости, балаганчики на Верхней торговой площади. Став постарше 8-9 лет, Нестеров очень полюбил театр, впрочем, это было семейное. В воспоминаниях из давних дней он полагает, что именно в театре зародилось тогда его художественное пристрастие, когда он чувствовал, переживал и сам переоплощался с героями намного острее даже, чем в действительности. Дома тоже был заведен картонный театр, хотя цирковые представления в сарае тоже запомнились. Правда, больше поркой. Вот чем уж детство было богато у Нестерова, так и это шалостями. Несмотря на порки, он еще всю жизнь помнил, за что конкретно получал, то розгами, то ремнем. Подумывая о будущем единственного сына, отец с матерью начали готовить его к поступлению в гимназию, основанную еще дедом. Непонятливость, рассеянность, даже бестолковость ученика терпел добрейший репетитор, гимназист Алексей Иванович Ефимов. Умный, терпеливый и, по воспоминаниям Нестерова, некрасивый. Правда, это был будущий выпускник Академии Генштаба, дослужившийся до больших чинов в Сибири. Итак, Нестерова отдают в гимназию. Представители дворянского собрания в 1810 году решили употребить уфимскую благотворительность во благо образования небогатой интеллигенции Уфы. К 1828 году на Большой Ильинской в советское время, получившей имя красного командира Фрунзе, под номером 47, было построено двухэтажное здание. Через три года оно из-за грунтовых вод просело и поплыло. Пришлось отодвигать его в глубину двора. Но никак с домом губернатора на Тверской Москве в XIX веке рельсы не подкладывали. Проще было сломать старое и к 1844 году построить новое. Гимназия имела 52 учебных комнаты и в годы учебы Нестерова с 1872 по 1974 год там было всего 18 учеников. А через два года уже 227. Двухэтажный корпус имел квартиры для преподавателей и директора в двух флигелях, ботанический сад, метеостанцию, библиотеку в 20 тысяч томов. И располагала гимназией еще неплохим студенческим оркестром и хором. Для учащихся устраивали экскурсии по городу, занятия гимнастикой. После революции гимназию закрыли, школьное здание разрушили. Но потом, сообразив, что в Уфе все-таки нужны школы, вновь построили. Правоприемницей этой гимназии стала Оксаковская. А здесь открылась школа номер 2, потом получившая номер 11. И сейчас она отдана педиатрическому корпусу медицинского университета. Сколько же учились в гимназии? Курс длился 4 года, потом он увеличился до 7. Но Миша уложился в 2. Выгнали. Сам пояснил. Учился плохо, шалил много. Частая порка в гимназии мало чем отличалась от домашней. А похоже, к тому времени у Михаила к ней появился иммунитет. По-прежнему с арифметикой у Мистерова были нелады. Да и в Москве, поступая в техническое училище, он провалился на всех экзаменах, выдержав лишь то, что его в Фимской гимназии любил. Закон Божий, рисование и чистописание. Последние два предмета в Афинестерова преподавал талантливый молодой художник Василий Травкин. Они вместе ходили на этюды, делали рисунки и писали картины. Жил Василий Петрович по-хластяцки и бедненько на краю города в старом домике. Имел артистическую наружность и способности, но раскрыть их в уфимской глуши не смог, рано умер спившись. Но все два года ученичества Нестерова в гимназии он отмечал его талант. Сделанные под его руководством рисунки тушью на брестольской бумаге с оригиналов, из коллекции акварелей Травкина Нестеров преподносил отцу на День Ангелом. Сохранилась уникальная картина в кисти Травкина, по которой мы можем судить об уровне его таланта, первого наставника Нестерова. Довелось ему познакомиться и с работами уфимского художника Ареста Тимошевского. Для церкви и пархиального училища он писал иконы, а с купцом земляков – портреты. Наряду с общеобразовательными предметами в гимназии Нестеров слушал историю. Учителя рассказывали о событиях в жизни Уфы, как губернского города, о его памятниках, купеческой благотворительности и, конечно же, царским визитам. Гимназисты периодически посещали белокаменный Воскресенский кафедральный собор на Ильинской. Сейчас на его фундаменте стоит Башкерский драматический театр. Собор в традиционном для Николаевской эпохи русско-византийском стиле был построен в 1841 году в честь Воскресения Христова и местной чтимой казанской иконы. Прослужил собор 90 лет. К сожалению, проект не сохранился, да и место было занято, когда в начале 21 века было решено возродить собор по фотографиям. Это был, конечно, отчаянный эксперимент. Место нашлось на задах кинотеатра «Искра» по улице Комсомольской. Когда-то соборную площадь проектировал архитектор Геста. Ему удалось добиться редкой для плотно застроенного веками города ансамблевости. На площади располагалось 10 малых и 6 крупных административных зданий. С одной точки обзора были видны и семинария, и гимназия, и присутственные места с архивом и своей типографией. И вот мы видим на фотографии, до сих пор это здание остается архивом. Конечно же, был виден и губернский дом, который ныне находится на Тукаяу-23, недалеко от Курултая. Все по-классицистски строго, симметрично, четко и без излишеств. Когда в грандиозном пожаре 1821 года уцелел лишь небольшой Смоленский храм, было решено строить более вместительный, более современный кафедральный собор в самом центре Уфы. И заложили его в 1842 году. Но в избежание казнократства, суммы на строительство из Святейшего Синода приходили частями и то после каждой ревизии. По грандиозности своей собор не уступал столичным, демонстрируя новый статус Уфы, как губернского города. 20 дверей, 57 окон, 3 портала на три стороны света с внушительными 24 колоннами из камня и литого чугуна. Восьмигранная колокольня под 13 колоколов, увенчанная шпилем. В Воскресенском соборе разум могло поместиться 3000 человек. Для сравнения в строящемся в Москве храме Христа Спасителя, тогда помещалось 10 тысяч человек. Но все равно наш собор попал в знаменитый журнал «Всемирная иллюстрация». А это большая гордость для уфимцев. Улица Соборная, носившая после революции название и Гашика, и Театральной, стала осью города, которая прошла от его духовного центра с кафедральным собором до светского торгового с гостинным двором. Во времена Нестерова это был почти целый проспект. За Воскресенским собором, близ Труниловского оврага, до сих пор находится слобода архиерейка. Звалась она так, что в ее вначале располагалась резиденция главы епархии. До 1827 года его дом был деревянным, а затем был построен двухэтажный каменный особняк с домовой церквью Святого Духа. Место было необычное. При раскопках здесь нашли византийские монеты V века и трехкилограммовые византийские изделия из золота. К сожалению, не уточняется, что именно это было. Дом архиерея в очень тихом и живописном месте стоял. От него открывался вид на реку Белую, и Нестеру с удовольствием эти виды зарисовал. У дома архиерея располагалась дубовая роща, окруженная домишками бедняков. Спускавшимися к реке. И епископ Юстин, сознавая трудности подъема людей из глубин наврага наверх в город, решил построить слободскую Всехсвятскую церковь и подарил ей ханастас. Жили в слободке той грузчики с реки. Докоры бродили среди поленец и огородиков, и было очень зелено из роскошных садов. Почти маленькая деревенька окраина мира так именовал свою любимую архиерейку один из патриархов башкирской школы жилописи Александр Растевич Тюльки. Архиерей прогуливался после службы по Каполиной аллее с двумя фонтанами. Она шла от дома, стоявшего чуть севернее нынешнего Белого дома, Всехсвятскую церковь после революции долго не трогали и закрыли лишь в 1933 году и устроили там библиотеку, но вскоре разрушили до самого фундамента. В доме архиерея была детская поликлиника, а затем больница. Рядом находилось духовное управление, консистория и небольшой свечной заводик. К 1974 году именно это место потребовалось под строительство здания обкома КПСС. Ну а как относилось КПСС к памятникам истории и особенно русской церкви, так это известно всем. Удивительно, как сохранился в Уфе величественный особняк на углу улицы Советской 2 и Тукаева 23, дом губернатора. Институт губернаторства в России ввел в 1708 году Петр I, заменив старинное боярское служение, воеводство. Уфа еще 70 лет находилась в составе Казанской губернии. Уже при Екатерине II Уфа получила возможность построить дом для губернатора. Вначале он был деревянный и находился на Нижней торговой площади у древнего собора, у речных ворот Уфы. Но пожар все уничтожил. Да и Павел I вновь сделал Уфу уездным городишкой в составе Оренбургской губернии. Вернул прежний статус городу лишь Александр I в 1802 году. Уфа ожидала его тогда с визитом и на берегу Белой вновь отстроили губернаторский дом. Нелидов встречал царя и удостоился чести посещения им своего дома. Какая внутри была обстановка неизвестно. Пожар 1816 года вновь уничтожил все. Когда вблизи нового кафедрального собора некая госпожа Жуковская заложила обширный каменный дом, никто и подумать не мог, что здание долго еще будет дожидаться крыши. Несколько десятилетий. Казна решила потом приобрести строение для губернатора в 1849-50 годах. И архитектор Агопиус несколько изменил облик особняка. Он, как ни странно, ориентировался на проект Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, построенного Захаровым в стиле классицизма. Дополнил фасад четырехколонным портиком. Ну а губернатор Ушаков признал здание вполне нарядным и в 1867 году приказал заложить поблизости этого дома общественный парк Ушаковский.